Приветствую, друзья! Все вы знаете, что 17 января нас всех с вами ждет просто небывалое представление. Ведь вор, мародер, государственный преступник Петр Порошенко, несмотря на открытые на него дела и желание отправить зеленых его в СИЗО, собирается вернуться в страну. И сейчас уже активно пошли репрессии этого государственного преступника. Что о 9 рано, 17 сечня, Порошенко повертається до Жулян. Мы надеемся, что будет поддержка. Мы знаем, что там много людей мает номер его встречать. Что это шоу Порошенко в Кайданах, которое вы уже планируете в Жулянах. Наконец-то, ждали. Все под арешт. Печерский районный суд Киева ухвалил решение про накладание арешту на все майно 5-го президента и лидера Европейской Солидарности Петра Порошенко. О, мой Бог! Вау! Безусловно, это блестящая и прекрасная информация. Ведь главное зло за всю историю существования независимой Украины наконец-то начали репрессировать. У меня только вопрос, почему его не начали раздевать, сажать и арестовывать его имущество в 2019 году, как нам обещал Зеленский. Ну или в начале хотя бы 2020 года. Порошенко, как минимум, год уже должен был бы находиться на Кичмане. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Обещаючи будинок у Козыни та квартиры в Киеве. Поза тим арештовані банківські рахунки та корпоративні частки політика. Я против похлопа. Говоря объективно, это, конечно, чудесно. То, что арестован даже этот дворец, Белый дом, так называемый дом в Козыне Петра Порошенко, на территории которого, кстати, находится ещё та самая церковь, личная церковь Порошенко, где существует икона с изображением Петра Алексеевича вместе с его детьми и женой в образе святых. Ты больной? Тебе лечиться надо? Ну, сходи к доктору, Йога Павл. Не в интернет, а к доктору. Смотрите, Зелёные специально поднимают именно вот это дело, а не какие-то другие дела на Порошенко, чтобы таким образом сделать его токсичным на Западе, сделать его нерукопожатным во влиятельных кабинетах Вашингтона и Брюсселя, скажем так. Да? Таким образом, мол, Порошенко торгует с террористом. И сейчас самое интересное заключается в том, что это дело, безусловно, это определённая сатисфакция. Порошенко должен сидеть, и прекрасно, что его сажают, но начали его сажать только тогда, когда его рейтинг приблизился к слуге народа, и действительно партия Зеленского почувствовала угрозу, электоральную угрозу, что огромное количество электората сможет на следующих выборах проголосовать за партию вора и мародёра. Но как бы там ни было, нас, этот простой народ Украины, эти политические расклады, эти политические междусобочки, они нас устраивают целиком и полностью. Просто потому, что империя главного зла будет уничтожена руками действующей власти. Все через праву в Державной Зраде, за которую следователи подозривают политика о постачании в 2014-2015 годах вугиля на украинский ТЭЦ. Порошенко не просто торговал с террористом. Он за 5 лет своего президентства слил столько пацанов в котло, целенаправленно, холоднокровно и цинично, что его место не просто в тюрьме, его место в аду, его место гореть в этом самом аду. Мы занимаемся этим. У нас называется рух, вызванный патриотов из украинских тюрьм. Пан Кармазин, 8200 сейчас отбывают покарания атошников, добровольцев. Ребята, вдумайтесь, сколько. 8200! Что мы говорим? Матю Седе знищуя патриотичный рух в Державе. И 20100 вынесено подозр. Сколько мы полков закопаем? Кто будет Державу защищать? Мужика! А ты, Павел, я скажу, что вы для 2200? 8000, да? Отбывают покарания. 8200. Уже отбывают. 8200. Вынесено подозр. Я занимался этим вопросом. Вынесено подозр. 20100. 20100. Вы понимаете, какая эта машина крутится? Если нас не могли снищить на фронте, то Путин через Матюуса сейчас добивается на снищение после фронта. Все, ребята, что можно говорить? Браво! Браво! А теперь о том, что будет, если Порошенко вернется 17 января в Украину. Хотя уже говорят некоторые, что Порошенко не собирается возвращаться в Украину 17 числа. Как говорится, там увидим. Но об этом мне даже не стоит говорить. Об этом уже сказал его кум Юга Луценко. Теперь, когда он повернется, его застрянут автоматники в аэропорту, потому что он, как бы, будет в украинском расчете. Так вот, его застрянут автоматники. Завезут его в СИЗО. И все это таки для картинки новичной. Милостей, прошу, к нашему шалашу! А теперь, какой вывод из всего этого, друзья мои? А вывод предельно прост. Если Зеленский сделает то, что обещал, и то, что должен сделать. Ведь в Украине, ну, на данный момент не в Украине, но, скажем так, в Украине существует государственный преступник, который за 5 лет своего правления нанес Украине колоссальный ущерб. Сделал ее самой нищей страной Европы. И одной из самых бедных стран мира. И такой человек до сих пор находится не на зоне, а находится на свободе. Если Зеленский его не посадит, то здесь можно говорить о том, что система не поменялась. Система договорняков остается. Какие бы концерты вам не показывали. Если же Зеленский посадит такие Порошенко, он молодец. Он выполнит свои государственные функции. И он достоин того, чтобы его даже величать не просто президент, который выполнил задачу, которую бы выполнил любой президент любой другой страны, придя к власти. Но и можно сказать, что он герой. Потому что посадить такого монстра, как Порошенко, это, безусловно, подвиг. Будем, как говорится, посмотреть. Пока! Это переход червоных линий. Это уже не жарты. Жарты закончились. И за это придется отвечать. Дедушка, а вам не кажется, что ваше место возле Пороши? Продолжение следует...